Наука и технологии на телерадиоканале Страна.ФМ Дарвиновский музей, как и все музеи Москвы, готовится к музейной ночи. Который будет уже в эту субботу. И поэтому несколько выставок приурочены специально к этой ночи. Например, у нас есть серия выставок «Монстрс», и каждый год мы исследуем человеческие страхи, связанные с разными животными. Ух ты! Там присмыкающиеся или ночные животные. Это эти фобии самые разные. И мы их развенчиваем. Мы рассказываем, что животные совершенно не такие страшные, как нам кажется. А в каких костюмах будут экскурсоводы в этот раз? Человек-паук. В этот раз выставка «Пугающие бездны» рассказывает о подводных обитателях, которых мы боимся. Но часто не зря мы их боимся. Поэтому эта выставка отличается от всех остальных. Там как раз рассказано о реальных опасностях, которые нас подстерегают. То есть 19 мая в субботу это все случится, и на эту ночь можно брать с собой детей? Да, даже нужно, конечно. Сколько лет, кстати, чтобы не пугались слишком? У нас нет возрастных ограничений, и к нам приходят даже мамы с младенцами. Вряд ли младенцы что-то запоминают, но зато они не расстаются с родителями. Сколько по времени длится экскурсия, например, если прийти? Экскурсия по этой выставке? Да. Я думаю, минут 40. И у нас будет специальный экскурсовод. Это тоже сюрприз. Так. Ух ты, не расскажите. Так что одна экскурсия нет. Одна экскурсия в 19 часов, другая в 21 час. Так, это все в музейную ночь, которая случится уже вот-вот на этой неделе, так что выбирайте скорее себе музей, вот в частности Дарвиновский музей. Со скольки ночи начинается, кстати, там у вас? С шести, как только закрывается музей, начинается специальная программа. С 18.00 в субботу? Да. Все, правильно, приходим. Так, хорошо, что еще, помимо ночи в музее? Помимо ночи в музее у нас открываются две выставки современного искусства, и в ночь они уже будут работать тоже, но откроются немножко раньше. Например, выставка Pride, она на крыше. У нас есть открытая крыша, если вы знаете. Это уличная фотография Ольга Титова много лет ловила следы кошачьих, всяких страшных хищников в городской и провинциальной, и столичной среде. Это когда они выходили? Нет, это выставка, ироничная выставка, она нас отсылает, ну, может быть, там, к Африке Айболита, то есть это что-то такое вот легендарное. Или к Африке, знаете, фильм «Курьер», все его знают, как юноша водила девушку смотреть леопарда, сбежавшего откуда-то. То есть это такая легендарная Африка, которая проглядывает в принтах одежды, афишах каких-то оборванных, и, в общем, какие-то самые неожиданные вещи. Вот интересно, видите, я уже все восприняла буквально, когда там львы и тигры выходили из тайги где-то в Хабаровске, Владивостоке это успели запечатлеть. Так, любопытно. Это уже тоже все функционирует, ну, вот будет, вот-вот, доступно. Да, эта выставка откроется в четверг, ну, немножко раньше, чем ночью. И вторая выставка «Архетипы агрессии». Наталья Хлебцевич, она очень известный мастер-керамист, и она исследует агрессию как свойство всех живых существ, не только человека. Это не война или какие-то такие человеческие вещи, а то, что присуще каждому живому организму. И там керамика очень красивая, соседствует с найденными объектами, с экспонатами Дарвинского музея. Это влажные препараты всеми любимые. Знаете, это вот в банках такое страшное. А, внутри как-то. Да-да-да, влажные препараты и видео. В общем, это очень интересный концептуальный проект. Искусствовед Яна Шклярская в гостях у страны ФМ, заведующая выставочным отделом Государственного Дарвинского музея. И мы говорим о программах, которые в музее сейчас идут, и не только о научной деятельности музея. Вы тоже можете, дорогие друзья, задавать свои вопросы. 909-928-189, в WhatsApp, Viber, SMS. Я думаю, что Яна с удовольствием прокомментирует. Яна, нам интересно вот что. Совсем скоро вы, как заведующий выставочным отделом Дарвинского музея, отправляетесь, ну, так скажем, не совсем на север, но тем не менее. А вы экспедицию творческую? Вы едете в Архангельск, да? Да, да. Нам интересно, как обывателям, людям со стороны, как всё-таки научные сотрудники музейные живут. Вот вы отправляетесь в командировку. Что это означает? Что вы будете делать там, на архангельских просторах? Да, я с нетерпением жду этой поездки. Дело в том, что в Дарвинском музее вот в последние года три были какие-то проекты, так или иначе, связанные с севером. И я сначала не замечала этой закономерности. Ну, например, там... Да, вот я стала думать, а почему? Турхиердал, да, Норвегия, потом Берестановика, это наш север. Ну, и, наконец, я поняла, что там что-то происходит. Оттуда какие-то импульсы исходят. Вот в Архангельской области, в частности, но и не только в Архангельской, там появилось очень много творческих людей, которые хотят менять свою жизнь. Инициативных. Да, которые начинают придумывать какой-то бизнес туристический, внутренний туризм развивают, возрождают деревни, придумывают работу для местного населения. И для меня это очень интересно. И поэтому я подала заявку на Потанинский грант, музейный десант. И вот теперь этот десант должен осуществиться. И как подготовка к этому событию, я придумала такую серию вечеров «Голос севера», чтобы дать голос людям с севера. Потому что мы-то про них рассказываем, а что они сами думают, мы всегда знаем. На всю страну прокричать, что им нужно. И у нас уже прошло две встречи. И следующая будет 14 июня, когда к нам в Москву специально приедет куратор арктического арт-форума Екатерина Шарова и Кристина Дрягина. Вот они, два куратора. И они расскажут об опыте своей работы в Скандинавии и на севере России с дизайном, с традицией. Вот как это все перерабатывать, как сохранить свою индивидуальность. И я надеюсь, что 14 июня у нас будет очень интересная встреча. А где это расскажут? И можно ли прийти на эту встречу? Конечно. Мы приглашаем всех в Дарвинский музей, где в 340-й нашей знаменитой аудитории состоится эта встреча. Я всех приглашаю. Так, это в июне? Да. 14 июня. Хорошо, вот вы отправляетесь сейчас в Архангельск. Вы так нам уже за кадром немножко рассказали. То есть вы осуществите путешествия по заповедникам, музеям различным. Как это вообще происходит у вас в вашей среде? У меня не так много времени, поэтому я хочу какое-то время быть в Архангельске. И познакомиться, например, с руководителями творческих кафедр Арктического университета, которые как раз занимаются дизайном современности и традиции. Там есть такие направления. Арктический университет. Арктический университет. Вернулся ко мне. Ну и там есть прекрасные гостиные ряды, так называемые. Очень активная площадка. Я хочу с этими людьми встретиться и договориться о каком-то сотрудничестве, чтобы они в Дарвинский музей приезжали, чтобы мы к ним приезжали с какими-то сообщениями. И таким образом мы выстроим программу взаимодействия на следующий год. Культурное сотрудничество. Совершенно верно. В гостях у нас сегодня Яна Шклярская, заведующая выставочным отделом Дарвинского музея государственного. Яна отправляется на север в экспедицию в Архангельске, не только, и в окрестности. Как мы сказали, за эфиром мы сказали, Архангельске вообще местность огромная, размером с Испанию. Да, Архангельске было размером с Испанию. Раз и все. У меня такой предварительный вопрос. Яна, вообще вы попутешествовали много по нашей стране, поездили. Много таких мест в нашей стране, от которых просто захватывает дух и думаешь, ну как же не знает об этом население наше. Вот что вас покорило? Что надо популяризировать, Ян? Что? Что надо популяризировать в первую очередь? Ну знаете, я бы все-таки хотела сконцентрироваться пока на Архангельской области. Невозможно обо всем. И если она размером с Испанию, то количество туристов, которые туда приезжают, ну меньше, намного, в разы, чем в одну только Барселону. Поэтому даже если вот мы с вами сейчас все соберемся и скажем всем нашим знакомым одновременно туда приедем, нас все равно даже никто там не заметит, что мы приехали. Мы просто растворимся в этом огромном пространстве. Вот поэтому я всех приглашаю попробовать съездить на север. Очень красивые места, замечательные люди. И они не просто замечательные, они там что-то делают. Например, почему мы не путешествуем? Во-первых, мы не знаем, куда можно поехать. Ну да, чтобы было безопасно, чтобы удобно. А есть, между прочим, сайт. Есть, между прочим, Международный центр ответственного туризма. Ответственного? Да. Ух ты. Который собирает информацию о гостевых домах, например, в деревнях старинных, красивых. Вы можете не просто поехать там пожить и шашлыки пожарить. Вы можете чем-то помочь. Даже тем, что вы туда приехали, вы уже помогли. Вот это уже ответственное явление. Конечно. Вот. И вы не приезжаете на все готовое. Вы участвуете как-то в этой жизни. Процесс. Можете дрова поколоть, можете по воду пойти. Мне кажется, это отличный отдых. Потому что мы в городе совершенно с реальностью уже не соприкасаемся. Вот с такой, с природной. Правда? У нас все очень удобно, слишком комфортно. Доступно. Да. Поэтому вот... А на таких сайтах там все рассказывается, как добраться, то есть транспортная система. Да. Сейчас именно этот сайт, Международный центр ответственного туризма, они собирают такую информацию, которая поможет людям туда добраться. То есть вы можете связаться напрямую даже с этой деревней, с какой-нибудь в Архангельской области, да, с каким-то пунктом и узнать, сколько стоит, как добраться. Они вам организуют трансфер. Я еду. И там выезжает какой-нибудь УАЗик по ухавам, по ухавам, вот, вас опрыскивают жидкостью от комаров, и вы безопасно добираетесь до места. Там вы, слушайте, жидкость от медведей, возможно, нужно еще. Он тебя и встречает, Рома, понимаешь? А, ну, понятно. Он водитель. За рулем. Да, и такое может быть. И там чего только не найдешь. Например, там есть человек Александр Шутихин, берестянщик всемирно известный. Мы делали с ним выставку в Дарвинском музее. Привозили в Москву. Да, он привозил огромную свою коллекцию. Он собирает и старинные изделия из бересты, и сам восстанавливает, делает лодки и все такое прочее. И вот, например, можно приехать к нему на мастер-класс и попробовать что-то сделать своими руками. А есть, например, прекрасная группа ТАВ. Это московские архитекторы, театр архитектурной формы ТАВ. И вот там одно поколение, кто закончил мархи, и вторые подрастающие сейчас молодые ребята. Они уже лет 20, как в Ашивенске, выкупают дома, которые идут на слом, старинные. Поддерживают их, какие-то реконструируют. Причем все это очень в духе современной архитектуры и традиционной вхожжения. Очень бережно все это. Ну, это надо видеть, конечно. И они вот впервые этим летом хотят пригласить людей к себе. Первый раз. Ну, я бы вот с радостью поехала. Как интересно. Какие-нибудь эко-поселения в Архангельской области есть? Мы не знаем тем. Конечно. Вообще в Архангельской области такой хедлайнер — это Кинозерский национальный парк. Он расположен на юго-западе области. Это огромнейшая территория. Вы тоже туда едете? Я очень хочу туда заехать и в этот раз, но если нет, то позже, летом. Вот они ведут огромную работу. На территории этого парка несколько деревень. И вот руководство делает все, чтобы люди не уезжали, чтобы они остались, продолжали вести свой традиционный образ жизни. Выделяют деньги на лошадей, например, чтобы им покупали корм, и на лошадях возят что-то там по парку. Сохраняя таким образом дороги от вытаптывания машинами, это вредно, а на лошадях это как раз то, что надо. Экологично. Да. И объявляют там какие-то краудфандинги на то, чтобы восстановить какой-то дом гостевой специально. То есть стоит только начать этим заниматься, только заинтересоваться и сразу просто без наинформации. Мы продолжим интересоваться. Как интересно жить в нашей стране? Как интересно. Друзья, мы скоро вернемся. Оставайтесь с нами, пишите. Друзья, искусствовед Яна Шклярская в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Мы сегодня говорим о разных вещах, о разных людях, которые живут в разных точках нашей необъятной страны. И что интересно, Дарвинский музей всячески помогает, подсказывает, открывает таких людей, такие возможности. Сегодня мы как-то решили остановиться уж на Архангельской области, поскольку Яна туда отправляется совсем скоро. И вот об этих удивительных, абсолютно инициативных жителях, которые сейчас развивают и внутренний туризм, и научную деятельность, и краеведческую, так скажем. Мы сегодня об этом сообщаем вам, дорогие наши телеслушатели и радиозрители. Чем живут там люди? Да, чем живут? Да, действительно, чем живут, это очень насущный вопрос, потому что жить там очень сложно. Там тяжелые природные условия, там мало денег, там мало работы и все такое прочее. Поэтому местным жителям очень помогают те, кто когда-то уехал из Архангельска, ну, например, в Москву чаще всего. Поступать в университет. Да, отучился, что-то немножко поработал, и потом их тянет назад. Они хотят что-то придумать для своей родины. Молодцы. И придумывают просто невероятные вещи, действительно полезные. Например, там Михаил Бронский вдохновил бабушек собирать Иван-чай. Вот они собирают, они его высушивают. Экопродукт. Действительно, очень полезные, действительно, красиво упаковывают. И в Москве можно это купить тоже. Там придумывают сайт, да, сайты вы можете купить, и бабушки получают доход, и деревня прославилась. Или, например, вот Анна Клепиковская, она работает в отеле Голубино. Такой лесной отель Голубино, он совсем рядом с Пиннижским заповедником. Там самые большие в Европе карстовые пещеры, красивейшие места. И в то же время Пиннига – это самая южная точка, куда доходят кочующие оленеводы. У нас еще есть такие в стране, их все меньше и меньше, но тем не менее. Кочуют они прямо по... Такие зимние ковбои, получается, немножко. Они кочуют, конечно, за полярным кругом, но в определенное время года, в марте, они еще тут. Потом они уходят. И вот команда Голубина придумала специальный праздник Северного оленя. Я, например, глобус крутится над головой, я вот представляю, как они ходят, эти олени. Буквально кочуют по кругу Арктики. Да, да. Придумали праздник гонки на олених-упряжках. Специально для того, чтобы привлечь внимание людей к оленеводам и дать им возможность заработать, получить какую-то выгоду. И для этого объявили краудфандинг, набрали денег, сколько нужно, и купили снегоход. Победитель получил в подарок снегоход. Это невероятное просто... Он не пугает снегохода оленей, потому что все-таки рычит там как-то двигатель. Ну, я думаю, они справятся. Там дрессированные адаптируются, адаптируются. Да, у них там и побольше есть проблемы. Вот, да, например, здорово. Ну, конечно, да. На праздник приехало более двух тысяч человек. Он уже второй раз в этом году прошел. Восьмого марта, кстати. Каждый год будет восьмого марта. Да, когда люди понимают, куда ехать, и что-то достаточно просто добраться, мне кажется, народ-то готов поехать. Просто дайте ему возможность понять, как не заблудиться, не потеряться. Ну, с этим проблема, конечно, потому что у нас еще и дороги, мало того, что они не очень ровные, но и с указателями тоже проблема. И мы тоже обсуждали это. Я надеюсь, что ситуация будет меняться. Когда знаешь, куда нужно доехать, тогда уже и на дороге можно получить какое-то финансирование и все это исправить. Но, с другой стороны, давайте включать мозги, ребята. Давайте мы не будем только по навигаторам. Давайте немножко попробуем как-то на местности сориентироваться. Это тоже интересно. Надо научиться. А есть такое вот, или, может быть, будет, например, Дарвинский музей будет организовывать группу какую-то, и вы таким вот уже десантом с людьми, которые просто, ну, не знаю, ну, может быть, покупают тур или что-то, вот как-то совместно куда-нибудь, ну, в Архангельск или еще куда-то. С экскурсоводами. Нет ли такого, может быть, в планах? Ну, мы на своих вечерах «Голос Севера». Пока присматриваемся, да, мы приглашаем людей, которые что-то делают на Севере, которые этим интересуются. И я не думаю, что Дарвинский музей будет этим заниматься, но мы хотим вдохновить других людей на это. Рассказать, сообщить, информировать. Да, поехать куда-то. Думаю, что да. Итак, давайте еще вернемся к деятельности музея. 19 мая в субботу состоится «Ночь в музее». Вы уже нам рассказали, что там откроется выставка по страхам животных. Да, пугающая бездна. Да, какая еще программа «В ночи в музее» ожидает всех пришедших, аудиторию? У нас на улице, например, будет веселье большое. Театр танца «Кристалл» представит свою программу «Эйфурье». Театр объединяет там подростков, молодежь, и у них в репертуаре самые разнообразные танцы. И можно будет присоединиться, и даже нужно, и потанцевать, чтобы не скучать в очереди вот так вот стоять грустно. Лучше потанцевать. Разогнать кровь. А в 10 вечера, когда уже стемнеет, на фасаде выставочного комплекса музея мы покажем видеоинсталляцию «Дарвин Лук». Ух ты! Что это? А это сюрприз! Ничего себе! Ничего себе! Это прямо в ночи? Прямо в ночи, прямо огромного размера, прямо на стене. А вообще программа... В роли Дарвина народные артисты. Придем узнаем. В который час открывается выставка и до которого... В 6 вечера. Ребята будут танцевать вот прямо с 6 часов и, я думаю, до 10 до половины 11. Ага, ночь длинная. Ночь длинная, до 12 ночи, конечно. До 12 ночи, вот. Да. Так, что еще? А на крыше, там, где выставка «Прайд», мы о ней говорили, это выставка уличной фотографии Ольги Титовой, там же будет такой арт-спейс, где молодые художники из Строгановской академии будут всех желающих учить рисовать хищников семейства кошачьих. То есть «Прайд» выползает на крышу и движется дальше. Слушайте, это здорово. Я думаю, еще будет, как это называется, когда раскрашивают лицо. Грим? Да-да-да, аквагрим. Аквагрим? Тоже в такой кошачьей хищной тематике. Ух ты. То есть все будут ходить... Работать ли будет буфет? Будет ли работать буфет, скажите? И рычать фейс-контроль. Буфета нельзя никак. Там будут подавать стейки, мне кажется, с тролиумами штаксы. Ну, с другой стороны, прайд. Прайд, да. Хорошо, об этом рассказали в июне, 14 июня тоже будет интересная лекция. Вот мы поняли. Да, но давайте вернемся к ночи все-таки, если можно, потому что у нас будет потрясающая лекция сомнолога Виктории Лавровой. Сомнологи – это специальные ученые, которые исследуют сон. Да, мы знаем. Вот, лекция у нее называется «Высыпайтесь, друзья, высыпайтесь. Популярная сомнология». По регистрации бесплатно, можно будет посетить эту лекцию. А сразу после лекции начнется представление плейбэк театра. Вы знаете, что это такое? Нет. Да. Это такая очень сейчас модная штука. Я не знаю. Расскажите, да. Это такое развлечение на грани с психоанализа. То есть актеры играют то, что вы ему рассказываете. Вот вы делитесь каким-то своим ощущением, а в данном случае вы расскажете свой сон. И актеры его сыграют. Таким образом вы сможете увидеть со стороны и сделать какие-то выводы, да, что на самом деле он означает. Можете включиться, можете просто зерцать. То есть это очень такое интерактивное, психологическое, провокационное действие. Это будет сразу после лекции сомнолога. И тоже нужно регистрироваться на эту встречу? Да. Ну, на сайте музея есть информация. Нужно успеть, потому что, мне кажется, забьют места. Я думаю, да. Будет ли трансляция в Инстаграм, например, кто-то будет делать? Или в Ютубе. Музейные работники, да. Как вы? Нет, мы не планировали это делать. Но вот сейчас хорошую идею вы нам подкинули. А почему вы не отпустили? Ну, я просто тут не успею идти. Новая пиар-служба будет в Ютубе Русского музея, да. Спасибо за идею. Это интересно. Вот нам приходят вопросы. Не страшно ли маленьким деткам приходить на ночь в музей? Или нужно всё-таки додозировать вот такие мероприятия, как лекцию сомнолога? Конечно, лекция сомнолога, наверное, это скучновато для маленьких детей. Ну, совсем маленьких. То есть это, ну, я не знаю, там, 3-6 лет. Вот такой возраст. А в театр можно или тоже для взрослых мероприятия? Я думаю, что поздновато, потому что эта вся история начнётся только в 10 вечера. Конечно, детям спать пора. Вот. А дети, если они придут пораньше, они смогут сделать картинки из песка на выставке «Пугающая бездна». Вот они всяких ужасных монстров из цветного песка могут себе изобразить. И фобии уйдут. Будем надеяться. Мы сейчас изобразим небольшую паузу, после которой вернёмся. Будьте в компании «Страна и ФМ». Что мне нравится в Дарвиновском музее, идут они в ногу со временем. Совсем скоро стартует чемпионат по футболу, знаменитый наш, который проходит в нашей стране мира, соответственно. И вы тоже, я так понимаю, принимаете участие, так скажем. Да. Не играют в Дарвиновский музей? В футбол мы играть не умеем, но на должном уровне не умеем, да. Но зато мы можем рассказать, почему талисманом этого чемпионата мира выбран волчок-забивака. Вообще, кто такие волки? Про них много сказок, много легенд. И у нас будет выставка, которая развенчивает многие мифы, рассказывает правду о волках. Выставка называется «О хищнике серым замолвите слово». Это выставка «Апология», где мы защищаем волков от клеветы. Обычно говорят, что это такие злые звери, ухватывают ребёнка за бочок и бросаются на людей. На самом деле, это всё ложь, конечно, этого нет. А волки – благороднейшие животные. Например, они моногамны. Если волк и волчица соединяют свою судьбу, то это уже до гробовой доски. И даже если один из них погибает, то второй не находит себе вторую плату. То есть у них природа такая. В стае у них идеальный порядок, строгая субординация. Но в то же время, конечно, всегда помогут слабому, всегда молодняк выкормят, если, например, сложности какие-то с кормом. И был такой учёный, сейчас он есть, слава богу, по фамилии Бодридзе, который написал книги о том, как он жил в стае с волками. Он сумел их приучить к себе и жил среди них, наблюдал их жизнь. И, конечно, такой самый яркий эпизод. Он заболел и не мог выйти с его укрытия. И без еды, несколько дней уже провёл в лихорадке, к нему пришёл волк, отрыгнул ему мясо, как они делают для своих болчат. И сделал это дважды. Таким образом, вот Бодридзе выжил и не умер от голода и выздоровел со временем. Это будет когда? Эта выставка открывается торжественно 7 июня. Мы приглашаем всех желающих. Открывается и эта выставка, где мы покажем наши богатейшие фонды. Там очень много чучел, волков. У них разнообразные окрасы, разнообразный ареал. И также откроется выставка «Кто придумал футбол?». Это небольшая, но очень остроумная выставка о том, как звери играют. Игра, она есть не только у людей, но и у животных, в том числе шарообразными предметами. Ух ты! И всё это будет сопровождаться с экскурсией, да? То есть всё людям расскажем, покажем, всё будет понятно. Да, совершенно верно. Всех будем рады видеть. Вот вы мне рассказали сейчас про волчью стаю. Я под впечатлением. Вот видите, разрушили вы сейчас стереотипы одного человека точно в голове. Потому что да, у меня совсем другое было представление. Очень интересно. Ну и у меня вопрос, знаете, наверное, от тех людей, которые выбирают профессию. Почему молодой человек, девушка, может и должна выбрать профессию искусствоведа? Вот в чём её кайф, в чём её прелесть? Знаете, есть такая версия, ну как раньше считалось, хорошая профессия художник-модельер. Ну так, красивая для девушки. Ну и искусствовед. Ну художником не можешь быть, рисовать не умеешь. Ну искусство любишь. Ну иди в искусствоведы. Ну вот у меня, наверное, тот случай, потому что я просто очень люблю искусство художников. Меня интересует творческий процесс и как он влияет на жизнь. И сейчас, когда я работаю в Дарнском музее уже несколько лет, у меня есть возможность как-то искусство в жизнь внедрять. Спасибо вам за это. Да, более как-то прикладным, что ли, его делать, для широкой аудитории. Ой, хорошая миссия. Как вы любите проводить свой отпуск? В Архангельске. Я, может быть, и в Архангельске полюблю, но я люблю очень проводить его у моря. Люблю дикий отдых, без всяких all-inclusive, лежать на камнях, медитировать. Ой, класс. Спасибо. Спасибо вам огромное. Друзья, я хочу напомнить, у нас в гостях сегодня была заведующая выставочным отделом Государственного Дарнского музея Яна Шклярская. Мы ждем вас еще раз в гости. И спасибо за такую любопытную лекцию. Вы действительно нам провели сегодня такую ликвидацию безграмотности лекцию. Поэтому и наш кругозор стал шире. Это важно. Надеюсь, аудитория наша тоже сегодня просветилась. До новых встреч и новых проектов. Спасибо огромное. Увидимся, услышимся. Пока. Наука и технологии на телерадиоканале Страна.ФМ